Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества Business Brilliance. Следующая пара спикеров – это муж и жена. Они познакомились благодаря профессии сетевого бизнеса. Они также зарабатывают более 1 миллиона долларов в год. У них лично подписан их 321 человек, 30 тысяч дистрибьюторов и более полмиллиона клиентов. Они расскажут, как получать мгновенный «да» в подписаниях. Если вам интересно узнать, как получать мгновенно «да» в ответ на ваше предложение, напишите «да» в комментариях. И я передаю слово Саре и Тоне, чтобы они вас научили. Всем привет! Мы очень рады выступать сегодня перед вами. Да, я хочу поблагодарить вас за организацию и за все, что происходит во время этого челленджа. Хочу передать большой привет нашей команде, так как это все благодаря вам. Я имею в виду наши невероятные результаты. Это очень круто. Когда я вспоминаю, как я только начинал сетевой бизнес, я управлял грузовиком моей мамы и моя сестра. И моя сестра нас позвала узнать о компании. Мне тогда было 19 лет, и я вообще не понимал, как это все работает. Я не знал, как подписывать людей, не знал, как говорить вообще с людьми. Это было ужасно и продолжалось несколько лет. Но если коротко, в моем опыте есть важнейший пункт. Я каждый день себе повторял. У меня не получается подписывать людей. Я не умею разговаривать. Регистрации выводят меня из себя. Я не могу ничего организовать. В моей команде только один человек. Это моя мама. Потому что я ни на что не был способен. И что мне нужно было начать делать, чтобы жить лучше, чтобы начать подписывать людей, начать собирать вокруг себя людей. Мне нужно было перестать цепляться за прошлое, за мои негативные мысли, мои внутренние разговоры. Я постоянно сам себя угнетал. Если вы каждый день себя бичуете, если вы повторяете себя, как я тогда повторял, вам нужно перестать срочно это делать. Перестаньте говорить это. Начните говорить. С каждым днем я становлюсь лучше. Я обретаю новые навыки. Я становлюсь лучше с каждым днем. И если вы действительно начнете действовать, как лучший рекрутер вашей компании, как человек номер один, у вас появится эта уверенность, вот эта вера. Потому что если вы будете так действовать, вот что будет происходить. Вы начнете регистрировать людей. У вас начнет расти команда. Вы будете разговаривать с большим количеством людей. Ваши партнеры будут это видеть. И они тоже начнут общаться с большим количеством людей. Они будут покупать больше продуктов и сервисов. И вот это будет ваш путь к успеху. Точно. Когда я стартовала в бизнесе, мне был 21 год, я работала няней, и я хотела что-то свое. Знаете, мне нравилась моя профессия. И первые два года мучений, я говорю мучений, потому что за первые два года я подписала только одного человека. При этом я ездила на все тренинги, я обучалась как приглашать, как регистрировать, делать все эти фундаментальные вещи. И в то же время я понимала, что наш бизнес это взаимодействие. Но раз у меня не получалось, значит мне нужно было наладить связь с самым главным человеком, это с собой. У меня не было связи с самой собой. А я старалась построить бизнес с кем-то другим. Я старалась выстроить бизнес, я старалась строить бизнес как мой спонсор, как мои вышестоящие, как все вокруг. И я не могла понять, почему я никому не нравилась. Мы понимаем, если ты никому не нравишься, тебе никто не доверяет. И тогда один из моих вышестоящих наставников, который был очень сильным, мне сказал, Сара, ты можешь быть впечатляющей, но не привлекательной для людей. Ты можешь быть впечатляющей, но не притягательной. И если это будет с тобой происходить, знаешь, что случится? Тебе будет тяжело строить бизнес. И у меня наступило прозрение. Я подумала, о боже, мне нужно сесть и спросить себя, Сара, у тебя все с собой в порядке? Как ты с собой относишься? Ты с собой довольна? Поэтому я хочу задать тот же самый вопрос вам. Вы с собой довольны сейчас? Как вы относитесь к своему несовершенству, к своим недостаткам, к своей какой-то сумасшедшей причудливости? Все, что есть в вас, делает вас уникальным. И ответ должен быть «да». И как только я себе ответила «да», это действительно стало правдой. Это стало моим отношением. И когда это произошло, как вы думаете, что другие люди сделали? Они также стали мне доверять и начали покупать у меня продукты. Самые неожиданные люди стали присоединяться в мой бизнес. И сегодня мы покажем вам реальную связь между вами и вашим предложением. Мы дадим вам несколько коротеньких скриптов, но я хочу, чтобы вы поняли, что все скрипты приглашений, они классные. Но это всего лишь рецепт. А ваша личность, ваша индивидуальность, причудливость, странность, то, как вы проводите презентацию, это специи. Поэтому, пожалуйста, не забывайте добавлять специи. Мало кто любит пресную еду. Какой у нее вкус? Фу, ужасный, правда? Всегда проверяйте, добавили ли вы специи во все, что вы делаете в бизнесе, и показывайте себя настоящим. Итак, вот, чем мы хотели бы с вами поделиться. Мы знаем, что вы уже слышали о том, что нужно составлять список. И мы вам поможем проработать три категории людей. Да, мы делаем это постоянно, когда работаем с новичками. Они составляют список людей, и мы вместе прорабатываем этот список и составляем план, чтобы правильно стартовать. Всегда в списке есть категории людей, которые смотрят на вас снизу вверх. Есть люди, с которыми вы наравне. Есть люди, которые снизу тянутся к вам. Да, друзья, вот что важно понимать о приглашении людей. Мы все очень усложняем приглашение, а все должно быть легко. Каждый раз, когда я общаюсь с людьми, когда я с кем-то сижу за столом, поднимаю бокал вина или чашечку кофе, нужно просто общаться, 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 общаться. Итак, что касается этих трех категорий. Первое, это люди, которые выше вас. И очень важно, когда мы с ними связываемся, мы не можем им просто сказать, тебе это нужно, это так круто. Они вас не поймут, они не услышат и скажут, я ничего не понял, о чем ты вообще говоришь. Так происходило со мной в самом начале. И я хотела понять, как правильно общаться с такими людьми. Я сейчас передам вам пару ключевых слов, не скрипт, а только ключевые слова, которые вы сможете использовать для приглашения именно таких людей, чтобы привлечь их внимание. Эти слова увеличат вероятность того, что люди рассмотрят ваше предложение. Хотя бы рассмотрят, потому что это все, что вам нужно. Я использую слова, такие как помощь, мнение, восхищение, ценность. Я использую такие слова, как «я бы хотела получить вашу рекомендацию». Как только я начала использовать эти ключевые слова в работе с такими людьми, которые сильнее меня, внезапно они начали отвечать мне «да» и с удовольствием рассматривать мое предложение и говорить, что «конечно, я поделюсь своим мнением, я с удовольствием тебе помогу». Да, она сделала мне комплимент, она восхищается мной, неважно, это касается бизнеса или еще чего-то. Поэтому подумайте о людях из вашего списка, которые сильнее вас. Проверьте, используете ли вы в общении с ними такие слова. Как только вы будете эти слова использовать, они точно начнут рассматривать ваш бизнес, продукт или сервис. Вторая категория людей – это люди, с которыми вы наравне. Я очень много раз разговаривала с такими людьми, и это самое сложное, так как это ваши сверстники. Здесь я использую такие слова, как «одолжение», потому что обычно с нашими ровесниками мы делаем друг другу какие-то одолжения. Например, кому-то может понадобиться помощь, кого-то нужно забрать вечером или встретить утром, или починить спущенное колесо. Но у нас есть такие люди в окружении, с которыми мы делаем друг другу одолжение. И очень важно, когда вы общаетесь с такими ровесниками, говорить на привычном с ними языке, так как обычно вы разговариваете. Если вы говорите «эй, чувак», то так и говорите «эй, чувак», говорите такие слова, как «обычно». Другое ключевое слово, которое я использую в общении со сверстниками – это взаиморасчет. Потому что обычно я рассчитываю на них, и они рассчитывают на меня. Поэтому, когда я приглашаю человека, я говорю «я на тебя рассчитываю». И третья группа – это люди, которые смотрят на вас снизу. У всех есть такие люди в окружении. Это те, у кого мы спрашиваем «эй, как дела? Что там на этой неделе у тебя произошло? Где что происходит? Где будет движение на этих выходных?» И этим людям вы просто говорите «эй, послушай, я хочу, чтобы ты это посмотрел, давай будем вместе этим заниматься, тут будет круто, будет взрыв». И очень важно, не используйте в этой категории людей те слова, которые мы используем в предыдущих двух. Они вас не поймут и не услышат. Те, для кого вы авторитет, вы говорите «эй, подружка или друг, давай будем вместе этим заниматься». Мне кажется, я нашла кое-что действительно крутое, стоящее, и если ты этим займешься, мы вместе сделаем здесь взрыв. Еще раз, это касается только тех людей, которые ниже вас. Я делаю так каждый раз, и когда я кого-то приглашаю, может быть, это прозвучит странно, это не касается напрямую денег. Но что бы я ни делала, звонок по телефону, писала в личку или записывала голосовые сообщения, я всегда себе в голове прокручиваю. Он будет так счастлив меня услышать, он будет так счастлив меня слышать, я полна энергии, я уже включена, я всегда отлично себя чувствую. Неважно, скажет он «да» или «нет», это вообще не имеет значения. Я всегда прокручиваю себя в голове одно и то же. Это моя установка. Перед тем, как я связываюсь с человеком, и это очень здорово, когда вы начинаете снова и снова, я говорила о себе на протяжении двух лет, и потом я только осознала, как работать с этими тремя категориями. Окей, давай поделимся с ними методом мгновенных «да», это же невероятная вещь «оу да». Мы создали метод, который состоит из четырех частей, и все очень-очень просто для получения мгновенных «да». Первое – это проблема, второе – решение, третье – действие, четвертое – это покупка или регистрация. Как это работает? Самый важный навык в нашем бизнесе – это умение слушать. Самое важное – быть хорошим слушателем. И еще один важный пункт для подключения людей – это подход через потребность человека. Итак, в списке, который вы составили, обычно он состоит из 30-40 человек в начале. До этого вы с ними общались. С кем-то мы общаемся каждую неделю, с кем-то общались через голосовые сообщения, голосом. Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества «Бизнес Бриллиантс», и мы хорошо понимаем, что происходит в жизни этих людей. Но как только мы прислушаемся, что они нам говорят, у большинства людей, с которыми мы постоянно общаемся, есть какие-то проблемы. У них есть какие-то боли, о которых они нам постоянно рассказывают, но мы просто этого не слышим. Может быть, кто-то жалуется, что устал платить за детский сад, кто-то устал от того, что его детей растят другие люди, им надоело болеть, они хотят сбросить лишний вес, кто-то устал работать без выходных, у кого-то машина поломалась, у кого-то мало друзей, не с кем общаться. И это все боли. И с этим могут помочь невероятные возможности нашего бизнеса. Я искренне считаю, что у нас есть решение для всех этих проблем. В компаниях, которые мы продвигаем, есть решение для всего этого. Поэтому для всех вас важно понимать, что сейчас у каждого из вас есть невероятная возможность пригласить кого-то и рассмотреть ваш бизнес, вместо того, чтобы искать всевозможные скрипты, что сказать, как сказать, чтобы вести себя как робот. Забишите то, что вы сейчас услышали и отметьте болевые точки. Это пункт 1. Проблема. Ваш бизнес, ваша компания – это решение. Если мы приглашаем кого-то именно для решения его потребностей, что он будет делать? Он будет действовать. Он будет смотреть ссылку, видео, вебинар, что бы вы ему ни предложили. Поэтому мой скрипт приглашения очень простой. Если моя подруга Эми рассказывает, что она хотела бы больше времени проводить с детьми, что я ей буду говорить? Эми, помнишь, ты мне в прошлый раз говорила, что хочешь больше времени проводить со своими детьми? Да, помню. Отлично. Мне кажется, я нашла кое-что, благодаря чему у тебя может быть больше свободного времени. И так просто можно раздавать ссылки на видео, на любые инструменты, которые вы сейчас используете в вашем бизнесе. Когда я делаю приглашение, я нахожу то, что может изменить ситуацию у человека, почему, как я могу помочь решить его проблему. И предлагаю перейти к моему инструменту. Мы много раз все усложняли. Но на самом деле все очень просто и понятно. Нужно просто оставаться обычным человеком и общаться с людьми. Хорошо, давайте с вами выполним задание, но чуть позже. На вашей стене в соцсети напишите, когда вы были детьми, кем вы хотели стать. И знаете, почему это важно? Первое, мы заставляем нас мечтать. Второе, вы знаете, насколько многие люди не делают то, о чем на самом деле мечтали и чем хотели бы заниматься. О чем они мечтали в детстве, когда вырастут? Сколько людей предают свои мечты? Оказывается, отказываются от своих мечт из-за кризисов. Это отличный способ вовлечь людей и потом перевести их в мессенджер и продолжить общение. Потому что если моя подруга Эми, например, напишет, что хотела стать адвокатом, но я знаю, что она не работает адвокатом, я переведу разговор и скажу, Эми, а я не знала, что ты хотела стать адвокатом, как так получилось, что случилось? И она начнет рассказывать мне свою историю. О, Сара, ты знаешь, я рано вышла замуж, потом что-то произошло, то и то. И это еще один способ начать общение и узнавать все больше и больше о людях. Каждый из нас знает, что когда Тони вот этот вопрос задал, вы точно внутри себя знали ответ. Каждый человек знает в своей голове, чего он хотел, когда был ребенком. Но многие люди этого не сделали. И почему они сейчас не действуют для достижения своих мечт? И что еще здорово, это то, что я точно знаю, что у нас, у вас есть решение для каждого человека реализовать их мечту, которую они давным-давно забыли. Итак, единственное, что мы можем контролировать, это приглашение. Это приглашение. Это единственное, что вы можете контролировать. Окей, мы хотим вам еще кое-что показать. Мы очень верим в ассоциации. Знаете, что это? Это одежда водителя, которую мы купили на Амазоне. И вот, что я хочу, чтобы вы поняли. В сетевом бизнесе ваша работа заключается в одном. Быть водителем. И это единственная ваша задача. Ваша компания – это средство передвижения, это как транспорт. А вы водитель этого транспорта. У кого-то из вас автобус стоит на стоянке и никуда не едет. Потому что вы никого не позвали в автобус. Это просто похоже на тусовку. Или вы находитесь один в автобусе, и все уже покрылось паутиной. Знаете почему? Потому что вы разговариваете с одним и тем же человеком уже два года. Но с сегодняшнего дня все изменится. Сегодня вы откроете двери своего автобуса и начнете приглашать людей. Единственное, что нужно делать в этом бизнесе – это приглашать. Вам не нужно решать, будет кто-то заходить или выходить из автобуса. Вы только составляете список. Просто отмечаете, кто получит шанс сегодня зайти в ваш автобус и узнать о вашем бизнесе. И все, что вы делаете, вы просто управляете автобусом. Просто ведете автобус. Все, что нужно делать – это рулить. Бывает, вы приглашаете кого-то, он поднимается на ступеньки и потом выходит. Бывает, люди заходят в автобус, доходят до середины и выходят. Они просто только наполовину пути прошли, потом чего-то испугались и убежали. И случается так, что люди присоединяются к вашему бизнесу, начинают двигаться вместе с вами и потом через пару месяцев восстанавливаются и выходят. Иногда некоторые даже выпрыгивают через аварийный люк. И что? Это никак не должно вообще на вас влиять. Это вас не касается. Все, что вы делаете, вы просто управляете автобусом. Это ваша работа, вы рулите. Итак, садитесь за руль и управляйте автобусом. И просто заполняйте пустые места. Не обращайте внимания ни на что. Если они выпрыгивают из окон через аварийный люк, не обращайте внимания. Потому что все, что вам нужно делать, это беспрерывно наполнять автобус и заполнять пустые места. С любовью к каждому из вас. Благодарим Тони, благодарим Сара. Огромная благодарность. Мне очень понравились ваши кепки водителей. Это очень эпично. Отличный тренинг. Надеюсь, каждый получил для себя ценность. В комментариях пишут, что вы очень быстро говорите. Вы, наверное, самые быстроговорящие спикеры в мире. Если вы что-то упустили, друзья, перезапустите, пересмотрите видео. И что важно запомнить, четыре вещи. Проблема, решение, действие, покупка, завершение сделки. Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества Business Brilliance.